Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире «Столица Нижняя» и в студии «Антон Ганин». Сегодня в выпуске. Культурный кадр. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил надежду преподобную, исполняющую обязанности министра культуры региона. Какие задачи предстоит решить новому главе Минкульта? В тонкости отопительного сезона сотрудники Роспотребнадзора проверяют температуру воздуха в детских садах города. Физика для всех. В Нижнем Новгороде открыли первую лабораторию физических демонстраций и экспериментов. Нижегородские каратисты завоевали пять медалей на прошедшем первенстве Европы. Сегодня в Нижнем Новгороде представили нового руководителя регионального министерства культуры. По результатам открытого конкурса им стала надежда преподобная. Ее кандидатуру по результатам очного собеседования утвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Пока преподобная, как и все члены правительства, будет работать с приставкой ИО. Напомню, что кресло министра стало вакантным еще в апреле после ухода с должности Сергея Горина. В открытом конкурсе приняли участие 245 человек. В финал пробились только пять кандидатов, которых одобрила комиссия, собранная с представителей культурного сообщества региона. Ранее преподобная работала в Мининвестии, Минэкологии, а также возглавляла региональное управление охраны объектов культурного наследия. Времени на раскачку на новом месте нет. Министр предстоит решить массу задач. Одна из них – подготовка Нижнего Новгорода к празднованию 800-летия. Задача простая – повышать уровень культуры в регионе, развивать культурную составляющую, работать с организацией мероприятий, эффективным и правильным освоением бюджетных средств, как региональных, так и, надеюсь, увеличением дополнительного финансирования с точки зрения федерального бюджетирования разных программ. И готовиться к празднованию знаменательной даты 800-летия города, составлять программу хороших, нормальных, современных каких-то событий, думать творчески. Вот какая задача. На самом деле это очень большой вызов. У меня, конечно, есть опыт, но есть огромное желание освоить достаточно пока мало знакомую для меня сферу, ну и выполнить поставленные задачи. Естественно, у нас впереди 800-летие, у нас есть текущие вопросы. Я думаю, что мы справимся. Я рассчитываю на поддержку коллектива и специалистов. К другим темам сотрудники Роспотребнадзора проверили соблюдение температурного режима в 135-м детском саду Нижегородского района. Правильные параметры микроклимата, по словам специалистов, особенно важны в холодный период, когда риск подхватить вирусное заболевание максимально велик. Подобные исследования социальных объектов проводятся регулярно. Подробности в сюжете Екатерина Анисимова. Отопление в 135-й садик пришло еще 18 сентября. С одной стороны, для родителей и сотрудников повод для радости, с другой – для еще большей осторожности. Здесь все намного сложнее, чем в обычной квартире. Для того, чтобы дети не болели, нужно соблюдать тепловой баланс. Температура в игровых комнатах должна быть от 21 до 23 градусов, в спальнях – 19-20 градусов. Соблюдение норм периодически проверяют специалисты Роспотребнадзора. Замер параметров микроклимата в детских дошкольных учреждениях проводится в группах, в игровых, в спальнях. Проводится в двух точках, в полутора метрах от наружной стены, в центре помещения, на трех уровнях – 0,11 метра, 0,4 метра и 1,7. 22,6. Температурный режим – не панацея от болезней. Воздух обеззараживают по старинке – луком и чесноком. Детей каждый день выводят на прогулки, а воспитанников с признаками болезни разворачивают лечиться. Родители каждое утро расписываются, обязательно под роспись сдают детей. И мы в конце концов знаем, что ребенок пришел в детский сад без температуры, без признаков вирусного заболевания. Ну а если такое случается вдруг у ребенка за температурой, мы тут же вызываем родителей и отправляем их домой. Но таких случаев нет. У нас, кстати, на сегодняшний день вирусными заболеваниями не болеет никто. Сейчас детям комфортно и очень даже в облегченной одежде занимается на физкультуре. Физкультура бывает у нас и на улице один раз в неделю. Разумеется, основная ответственность на плечах родителей. В холодный сезон специалисты рекомендуют быть особенно осторожными и соблюдать некоторые простые правила. Этот фактор очень важный, чтобы больной ребенок не попал в учреждение и не распространилась инфекция. Второй важный момент – это правильно одевать ребенка по комфортной температуре. То есть, несмотря на то, что установилась прохладная погода, детей иногда еще легко одевают по старой привычке, либо, наоборот, уже начинают кутать на зимний период. Это, конечно, витаминизированное питание, это обязательные прогулки, в том числе как и в садике, в школе, так и дома после уже детского учреждения. Обязательно проветривание помещений как в детском учреждении, так и дома. Несмотря на то, что на календаре еще только середина осени, уровень заболеваемости ОРВИ в регионе уже растет. Главная рекомендация для тех, кто все-таки подхватил респираторное заболевание – отправляться на больничный. А вот здоровым жителям советуют не забывать о прививках. Прививочная кампания в Нижегородской области уже стартовала. На данный момент привито более 15% населения региона. Екатерина Анисимова, Никита Вертлин, столица Нижний. В Нижнем Новгороде открылась первая в регионе лаборатория физических демонстраций и экспериментов. Всех желающих ждут на живые уроки физики. В одном помещении можно провести 180 различных опытов от измерения атмосферного давления до изучения оптических иллюзий. Первое время лаборатория будет работать совершенно бесплатно. На открытии побывал Юрий Афров. От цифровизации к настоящим опытам. Главный лозунг первый в регионе лабораторий физических демонстраций и экспериментов. В одном зале собраны сотни разных приборов и установок. Они заменят школьникам компьютеры, на которых работали раньше. В век цифровых технологий детям нашим именно нужно потрогать, увидеть собственными глазами, провести эксперимент. Уже сразу созрели планы и программы, каким образом можно детей привезти сюда и показать, как это в школе. Сделать это достаточно сложно. Уникально, потому что здесь есть возможность физику изучить практически. Наверное, вот это самое главное, да, Лея Васильевич? И главная проблемная ситуация, правда? И проблемная ситуация. То есть неожиданность физики. И показать ребятам, что физическая картина мира, она вокруг любого человека. Это же здорово, когда есть возможность понимать, где ты живешь, зачем ты живешь. И как ты живешь. Нижегородские ученые с радостью готовы делиться своим опытом с подрастающим поколением. В одном месте можно поставить более 180 различных физических опытов. А почему светится? Почему светится? В чем дело? И вот начинается разрешение этого вопроса. Значит, здесь начинает течь ток. Но течь ток очевидно прерывистый и создается. Здесь, видите, еще одна обмоточка маленькая. Это же трансформатор высоковольтный. И вот эта катушка Тесла, она вот так вот и работает. Давайте оградим детей от чрезмерной цифровизации образования. В том смысле, что мы дадим им возможность попробовать руками, опыты, посмотреть физический мир. Вот на это нацелен данный проект, данная лаборатория. То есть дети имеют возможность сделать сами простые физические опыты. Кстати, мы познакомимся с физикой в ее естественном виде можно пока что совершенно бесплатно. Нижегородская радиолаборатория находится на Верхневолжской набережной. Ее двери открыты абсолютно для всех. В паузах здесь можно еще и изучить биографии всемирно известных ученых. Эта информация точно не будет лишней. Юрий Афров, Георгий Захаров, столица Нижний. К новостям спорта. Нижегородские каратисты стали призерами 32-го первенства Европы. КВФ по киокосинкай карате среди спортсменов до 15 лет. Соревнования прошли в конце сентября в Калининграде. В турнире приняли участие спортсмены из Румынии, Испании, Японии и других стран. Нижегородцы привезли с соревнований пять медалей, три серебра и две бронзы. Впечатлениями от поездки каратисты поделились с Екатериной Анисимой. 12-летний Влад Аникин занимается киокосинкай карате с малых лет. В этот трудный вид боевых искусств мальчика отдали родители. Сейчас юный каратист уже занимается этим спортом осознанно и даже хочет строить профессиональную карьеру. Первые кирпичики уже заложены. На чемпионате и первенстве Европы Влад взял серебро в дисциплине ката. Это так называемый бой с тенью, то есть без соперника. Я старался, тренировался каждый день. Выполнял, что говорил мой тренер. Участвовали в международных соревнованиях и другие юные нижегородцы. В общей сложности с чемпионата привезли три серебра и две бронзы. Соперники у нижегородских спортсменов были серьезные, чего стоят только японцы. Кроме них на состязание приехали каратисты из Польши, Нидерландов, Испании и Австралии. Соперником у меня был поляк. Сложно было. Бой очень тяжелый был. Эмоции исключительно положительные, потому что это опыт, это знакомство новое. Мы познакомились с некоторыми зарубежными людьми, появились друзья. Будучи самым трудным и в какой-то степени жестоким видом каратэ, Киокусинкай все больше и больше набирает популярность. Этот стиль в 50-х годах прошлого века основал Масутацу Аяма. Отличает данную разновидность каратэ полный контакт соперников. Поединки или кумите проводятся без шлемов и перчаток. Правда, к детям это пока что не относится. Учат здесь каратистов не просто сражаться. Мы рассмотрели единоборство как средство развития личности вообще. То, что все наши товарищи сейчас занимаются, хорошо учатся. И некие вот такие вот, ну в общем-то, жизненные стремления, именно целеустремленность и такие устойчивые жизненные качества, они дают им возможность реализоваться таким образом. Все команды мастер спорта международного класса Ольга Торопова дает на японском. Воспитанники школы понимают их моментально. На лицах не детская серьезность. Кажется, каждый здесь знает, зачем сюда пришел. Остается только пожелать юным спортсменам еще больших успехов на соревнованиях. А они их, несомненно, ждут. Екатерина Анисимова, Георгий Захаров, столица Нижней. На этом наш выпуск завершен. Следите за развитием событий на нашем сайте stnmedia.ru В студии работал Антон Ганин. До встречи в эфире.